доброго вечера дорогие зрители с вами канал мир и мой игр и сегодня у нас наконец-то нормальная война началась конкурер блейде а как видите у нас сейчас идет драка за территорией у нас уже пацаны забрали из клана frontier забрали тавас из клана frontier south забрали хатар и мы продолжаем наши атаки и защиты городов я думаю что подъеду тоже помогу ребятам потому что у нас пока что мы думали будет нормальный более ненормальный сегодня повезло бой оказался нормальный поэтому мы скажем даже неполными силами умудрились два города отжать будем драться еще за пару городов у нас сейчас онлайн есть 38 человек я думаю кто захочет залетит напомню у нас всего пять кланов ну точнее если быть точным четыре клана один клан по сути это уже пережиток прошлого в том плане что там почти людей нету так давайте продвиженцев арбалетчиков и думаю все хватит так из-за осадного орудия возьмем давайте пушку и осадное такое орудие все покидаем город до пьеду брать не буду у нас там от аваси будет опера посмотрим этом со звуком все нормально что мне кажется что звук как-то не шибко громкие у игры нету нажал сейчас секундочку ребятки давайте открываем тут микшера громкости не все нормально со звуком так настройки эффекта чуть громче сделаем фоновую музыку потише и так едем на то вас пока что думает о вас она байрат мы пытаемся взять байрат стала сама тут еще есть фейлер и так здесь какие-то супремы забрали надо будет потом их прогнать у нас крыть территория таласа уже наша мы сейчас его даже не дфм это так возглавляют кто это еретики серьезные еретики блин это хреново что они пытаются нашу территорию следующий атаковать тоже еретики тут dn нас дефаются пацаны саусы на хатаре надеюсь они отдыхаются так плохо но я пока бегу ребята можете кто хоть тоже играет подсоединяйтесь на защиту городов что же мы их забрали это хорошо надо еще отдыхать что то что мы забрали это как пол дело нас все целый час дефа идет спрашиваю еще война будет идти война еще будет идти примерно минут я вчера не знаю что пишут сейчас 17 но по теории она раньше она кончалась 10 часов вечера кончалась и потом полчаса там еще времени шла война а где остальные саусы есть такие дела что если чем на помощь подъем другие наши ребята то может ну 1 метка и от собирая пути бонусы сейчас подъедем так это фигово что 4 на 11 там наверно если так если нету помощи а то 15 там короче они не выставят мне написано правящий дом запретил вам вмешиваться ну а походу выбор не выбрали короче механику такую соусы ладно так у нас набирайте сядут ребята походу мы проиграли на такое так понимаю я бы рад наш все выбирать забрали ребят а бы рад наш то вас наш нормально 2 территории наши это хорошо пацаны за счет соленого пока забирают можно конечно кишбер попытаться атаковать не знаю еще либо пока ослабить хватку ну рода не вариант у нас лавила не хватит херцог там еретики пытаются атаковать херцог если их будет мало можем продавить его пытаться катар дох надо ребят катар дохать надо эти на катар на катар подает то что вас точнее не катар а то вас надеюсь успеете подъехать блин ладно пока пока мы топаем вам короче пошел отдыхать поэтому ребят мы будем сами здесь там парни жаловали что вы клан мертвых с него мирировать другие отделения меня двор искать что он что там реально с к нам ничего не делает а у не так ланджев часто пойти поделимся как-то ну типа посмотрим могут перейти нас ребята после войны уже то можно перейти у меня допустим еще есть места так то вас там доходит вообще сейчас я не вижу что там стало сам происходит здесь всего пять человек против когорты ну херцог задавают нам бы в идеале конечно и фермы по забрать здесь тоже на большого города так странно и кроме не вообще че не понял давайте на ферму так пока защищаем таваса там атаки какой-то непонятный на таваса даже не видно сколько людей я даже не вижу сколько там людей атакует на херцог мы можем забрать почему у нас атаки еще хельцах и делерет смотрите ребят я поставил атаки сразу 5 городов потому что я же на начало войны не пришел и думаю типа вы сами выберите что будете атаковать потому что я дал еще пару званий сыны шалишь там ребята могли командовать у нас одного сына шали не было я в то время прошлого стрима зашел и кинул как бы еще одного сына шали на хатар короче ребят забрали это фигово на самом деле хатар не отдэф или наши так сколько там саусов интересные сейчас что вы поддержим 22 территории нам бы идеале еще бы херцог реально забрать большой город но пока ладно на 6 минут до этой атаки сколько людей ребят сколько у нас людей в общем 39 нормально 30 человек это уже хватит на даже три города самом деле я не понял что мы еретики пытались сделать вообще это еретики же нападали или кто и почему не видно сколько людей дерутся это катка весны жаловались их сейчас три человека онлайн ну свистами смотрите ребят я проще говорю у нас пока что места есть в основном клане то есть кто там говорит что в вестах нет онлайн и и так далее вы можете просто подать заявку фронтир не веста фронтира просто обычный мы вас как бы примем у нас места есть там еще пару человек выкину у нас мест около 10 есть у нас тут реально мест 10 20 есть поэтому перед переходите если у вас там проблемы у нас ради фронтир мы задефали да или нет еще все происходит с фронтиром почему пишем под атакой но я не вижу ничего что происходит в городе так ладно я подъеду ближе к таласу посмотрим наглядно парк никто не нападает на таласа почему у него защита висит есть такая такая лажа брат хатар забрали я знаю что хатар забрали потому что салусов было четыре человека и по всей видимости они не дали возможность защищать нашему клану город я как понял битва типа есть но не показывает что тут что-то происходит понятно так ребят смотрите можем просто еще какой-то город принять что такое это форза но не знаю там форза много это атакующий а защищающий секунда форза атакует а чей город а город ничейный еще дель рэк ци датчики т.д.ф. атакуют такое себе тура revolution революшн это клан сильный удалить смысла нету байрат наш херцог в идеале я думаю херцог забрать бы еще а фермы херцога можете мне то вас не нравится что он мигает и что он под атакой но не под атакой это такое дерьмище на самом деле что-то забаги на бы херцог еще под атаковать ахатара не знаю соусом нужна помощь или нет значит я по дискорд зайду там ребятам узнают что там соусами у нас происходит то что я пока что брата вас под атакой стоп а все нормально ребята вас ребят тавас дефать пацаны там 1 нападает оставайтесь на тавасе там подъезжают какие-то пацаны еще один гейт пацаны на дэв тавас таваса революшн и едут еще седана это революшн и есть один то за говнище происходит кто мне объяснит почему атака висит полчаса потом они налетают толпой наши разъезжаются это как понимать с игру чё набагает это огромное количество еретиков едет сейчас ё-моё сколько их тут очень много еретиков ребят это лажа почему все еретики вечно к нам лезут значит одно не понимаю они они прошлый раз к нам лезли теперь и в этот раз нам лезут блин плохо там многовато их так я иду на защиту пока там жопа да не жопа ребят их во первых не так много а вторых это эден клан то есть типа это еретики но это клан эден мы еще эден вроде бы не видели там неизвестно что у них происходит хотя блин стрёмно я что я смотрю пока началась драка ребят не ведет нам а почему опять топовый клан полезно то вас еще не тут забыли занять позицию быстрее чем хлебом намазано что ли там куда мы идем туда и они идут вы хлебом медом на могу так мы смотрим они пытаются обойти конец и осторожно ускориться быстрее мы еще бы рад еще не отобрали там кто если есть люди бойцы на позицию бойцы так вот пока нормально у нас туда ведет вот слов уже у многих лошадки это хорошо у меня лошадей нет у меня есть только против пехота против конец бою все за мной интересно что они делают в них я смотрю с не так много они убили трех героев что ли идем за мной центр наш но не лезут по центр так у нас убивают людей нам же не защита дополнительно нужно дополнительные люди ребят а понятно как это так тема и армия папа я могу уйти я переживу этом нет проблем тут нету так пацаны давайте в атаку 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 отлично отлично мы пока схватили они центр пытаются отжать ну хрен мы там центр дадим атаку атаку 아 turn как на все нормально прожимаем танковку ничего 20 даже если умрем secretary задавили армия там бьется надка бьется ребят следующие заходите следующие заходите кто и у нас есть хочу нас уже никого нету что ли для наши масле не хватило опять никто не заходит на защиту так мы пока вышли фига у нас люди не приехали на защиту окей то вас вероятнее все потеряем я поеду показал бы рад восстановлю бера тоже под атакой тоже верить ки что не здесь забыли эти клоуны поехали от революши на пистангу и давишь что они пистангуют я просто не понимаю что они тут реально делают будущих анны подъехали блин плохо их много много на самом деле тут задачи идут так на хатара часа вас будет атаковать вот это вас так вам уже не выдержим пацаны уже поздно вы слишком долго ехали в этом ничего не сделаете они собрались в армию перебили наших сквариант пацаны предлагали на дома революшенов напасть когда они атакуют ведь у них них от дома яхтих или забрали уже что понимаю чьи до матч да это дома были революшена сейчас бьются за них как ту а ну тут как турки это тоже самое не очень приятные ребята так мне надо бы рад доехать и восстановить армию так какие-то вас мы проиграли хотя же сможет быть это по атакой брат нужно дефать на то вас все и осталось а можете вы сваливать не лезь не лезь на то вас там уже смысла нет армию потеряете зря давайте на бэр от выполняем припасом лечим солдат так все есть то вас будем атаковать следующий раз ну то вас пока что мы имеем следующую атаку приоритет это мы следующий атакуем окей у нас время есть у нас еще есть полчаса на как раз следующую атаку должны будем пытаться забрать то вас херцех атакуют опять ретики херцех атакуют сколько у них людей у них 15 на таласе 15 на херцоге кишберн возглавление атаки это арсалус и пошли молодцы так а наш канал пока тут очень большая неприятная хрень это тоже начинается битва и не показывают подготовка в бой смыслами птицы этому бою там мой общий тобой алё так я пошел на защиту мастер бачка взять лучше это я беру часа хотя блин арбалетчики от подками подохнут нам нужно под продвиженцами сидеть тогда а секунды я же не могу полезть потому что они добавь они тоже все он сошел на поле полетели на деф эртнер вы воюете с топ альянсом да я знаю честно говоря не очень это приятно что мы с ними воюем потому что если бы был бы не топ альянсом а шансы были выше я просто с ними вывозиться это не очень круто так это залетает и хрен знает что за ли за клан я вообще честно я даже не успел посмотреть кто атакует а тут только революши на и все ну только революши на ребят это чуваки блин а которые наверно смеют онлайн а может под 100 человек да и у них у всех как вы сами видели топовые кони у нас парни тоже молодцы коней качают сейчас многие имеют коней но все равно мы вот прошлый раз не отдыхали город но там был косяк в том что талаш это был под атакой висел под атакой около минут пяти шести никого не было потом блин они все прилетели и атака началась я ничего не понял как это работает механика ну ладно блин у них людей много ну я же не вылечу так поехали ханы и тахану это же все революши да по всей видимости план что с ними да она опять нападает так пока сюда идем они рассылки захватывают кстати сбоку обходят так этого сейчас убьем гада ой что это делаете сюда не туда нажал не там нажал блин лажу один есть убивать этого гада были на них заходит сбоку надо этих офицеров по убивать всех мерзких теряется теряет воинов уходите не забывайте не стойте с воинами просто не бегать а поле боя либо берите воинов так мы мы все дохли сдохли и за не на них зашли опять еще побежали ладно я жив и на сливаться наверно сейчас наши размеры мяч слили надо что я боя потерял так я иду сливаюсь так ребят следующий залетайте то есть на защите у нас конечно не густо было не центр забирают вот обычная тактика забрать тресла кантать с двух сторон дата тактика то обычно там проблема что армия у них сильная и ничего с этим сделать не можем в том плане что у них воины сильнее у нас не столько ребята прокачаны как у них так что происходит давайте посмотрим на вас четыре минуты так еще будет давать все эти города это вот хороший вопрос наши проиграли в хатаре саусы неужели мы ничего не заберем опять так барона там щеки то клоуна атакуют мы не успеем на барону или успеем так так у меня еще времени мне еще минуты не могу атаковать самое смешное что мы реально с ними чуваками вечно деремся так такая дичь они кого специально на нас лезут так ладно я пока стою еще жду нет не лезем пока никуда не лезем просто ждем заходите ребята на очередь у кого там закончилось время на нас нас всех выбили оттуда это даже не успеем зайти так ребят лечите пока воинов кто тут ждет лечите воинов на бой ну да все бы рад потерян мы ничего не сделаем погнали ребят тогда на то вас обратно то вас пристанем а то вас ребят едем все а забейте вы рад там уже не отдыхать там они прошли так заберем ключи получаем эти награды и погнали на то вас в трассе чисто не не знали можно атаковать дать на то вас забейте на риск и атаковать нельзя рискать эти годы могут прийти на дэв таваса которые забрали у нас а бэр от видите что происходит эти короче а будет систему эти специально будет я так понимаю а чтобы время выиграть катар наши соусы проиграли они не взяли масштаб что еще взяли посмотрим не соусы ничего не брали соусов по деймала надо каната вас лезу у нас две минуты начала атаки я дискорд так и не успел зайти давайте посмотрим что в дискорде вообще происходит у вас там много ребят вообще их мало по ходу да привет ребята четверо да у нас народа не все расстроились прошлый раз а из-за двух этих кстати есть эта идея у тебя место есть клане да есть там это место счет 15-20 освободить да давай мы все к тебе перейдем просто кто актив есть ну давай относится нас еще проблема часа 5 прилетели эти годы как просто рассмотрели они так и остались кстати мои мысли читаешь только хотел скажешь говорил пацан не настрелить и написали смотри они все дефать не смогут пускай твои пацаны там допустим скажи на стриме там три человека пускай на байрат упадут мы нападем на хатар там за 10 минут до конца войны твои пускай нападут на байрат там пару человеком 67 они туда 15 человек они придут хатар дефать и они пойдут байрат дефать а вы давно последних минут на то васи ждите и там на последних пяти минутах нападите на то вас и они не придумали могут не успеть просто дефать и вас одновременно ты имеешь сюда таковая дать и пахатор берега айрат и хатар мы допустим атакуем там без десяти фирма надо чтобы фирма не не отжались не фирма они свои наши фирмы даже не трогают они не парятся их слишком много они себя слишком потыми читают они даже не пытаются их забирать понятно и поэтому я строил он пост пока что ребята кого-то вас а чтобы вы выставили армия что он нигде армии устанавливать да вот пускай человек 5 на байрат нападет без десяти мы нападем ровно без десяти на хатар а вы подождите там блин пять минут через пять минут опадите на то вас хотя бы что-то одно попытаемся ну смотрите да ребят саус вы будете нападать на что и фирс хатар да мы на часа усы на хатар нам нужно на то вас человек 15 не нападайте пока ребят на то вас никто не заходите на город ну нет ни за что мы не сможем его просто дефы я бы чувствует нас в клане не захотите пока то вас атаку никто не лезть и на то вас ждем пусть и пускай тогда нападут на байрат без десяти ровно без десяти когда он подкату примерно будет без одиннадцати как раз откатиться мы на хатар нападаем 10 вы считать мало выстав мало там придется еще помощь от моего клана потому что по факту сейчас у нас в альянсе всего 39 человек всего у нас в альянсе не надо их 5 напала 5 6 7 человек больше не надо все остальные просто по кд будут на то вас нападать так ребята значит из вестов и частистов там пару человек этого три четыре человека и стал часто к и напишу в альянс и пускай посмотрят 7 человек напала все остальные на то вас вернулись нас шестеро будет нас хватит на хатар напасть и все остальные пускают валим никого ну и союз и альянс так лично берет и после войны мы перейдем просто к вам и не это будет проще так ну скажем на наш общественный атаковали то вас сейчас напишу рядом то вас через это 10 минут для так это единственный шанс который у нас остался против них если мы успеем но отвлекем на себя внимание а вы просто конница 15 человек золотой конницы у кого есть по фасту просто то вас проносите и срабатывает защита и они не смогут напасть и война на этом закончится хотя бы то вас будет наш но можно подсоединяться же просто не успеют отбить все подряд проблема то что надо было реально можете на их региону но там тоже знаешь там шансов тоже было мало там сейчас как туки все забирать я вот только что посмотрел смотри допустим какой-то вот она долю до забирает вообще когорта цикле я ее никто такой не атакует цикле ни разу не атаковали на всю в хунов так и осталось дальше когорта забрала вен тени ну то есть это ну никто не тут проблемная механика что обузят дельный рэд так сейчас обузят амонг с алой и задача они короче там уже два чувака висят минут 15 они короче не бьются они просто закидывают значит ну короче такой такой говно на самом деле это война это же самое сейчас я возьму сделаю вот ваткан который саос останется там чтобы твинков то закидали и потом твинками просто приходите на войну и нападаете на город и полчаса ждете отката времени чтобы не дефать все они этим дерьмом занимаются многие кланы да 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 то есть допустим в это к в атаковали мы пришли допустим 15 человек напали и стоим просто так ну смотрите мы можем отходить берат херцог и тавос а значит надо еще на херцог чтоб пацаны пару на херцог мы не можем атаковать можем у вас пятый уровень есть его да да еще всего крутые да то все на ранее в секунду все не выйдем 6 человек на херцог несут там же даны еще так то на то вас полез кто на то вас полез идиоты блехом ладно я на то вас и до ребят там уже полезли наши двое два человека примочи garvel полезли лезем все на то вас уже ребят будем я запишу блин не лезьте на то вас мы ее мою зачем они полезли на то вас так кто из вестов готов так ребята смотрите на херцог можете не знаю на херцог болезти пару человек там на атаку человек 6 нас на атаку и набора человек 6 блин нифига себе в таком тумане 9 ел хатару короче я тоже роде хатара да не такую вот такую в ровно через 6 минут я пытаться вынести на метод покинай толпа короче я щас ничего не сделаю почти полоктора началась почему все все люди у нас ну как бы вам сейчас проще отдать им территорию тогда у вас еще один шанс ну да 50 это 10 минут до 50-15 что он просто нас не снесли у вас будет 5 до 5 минут чтобы напасть так ладно начинаем тогда еще раз уйдет и пацаны блин было ну сказали же не тему что блин лезете не стрим не слушают не альянс не чат не считают мне такого нет и чем сейчас было отыгрывается а то есть такие кони просто имбовы они меня дамажит просто нереально они прошли почти как то крылатый гусар а там парашек гавалерия нет там а сейчас скажу кто у них один кота гусар 2 огненные кавалерии 2 еще каких-то оранжевых ну вот у нас 14 человек перейдет на которые на сегодняшний момент за последние два дня хорошо тогда так и сделаем посадили соберем когда один альянс это смысл пока два у нас людей нехватка идет и плюс у нас в альянсе еще есть в нор в нордах один человек дин он постоянно играет один никого не слышно я его скоро раскилывалки почетно там однись приходит на но верно не он должность ребята наши оси . не заберут похода не будут ее дать чтобы они не заберут кстати или забирают а все забрали так ряд нас будет еще одна так она таллас окей последняя токана то вас будет тогда сейчас давай вы останьтесь и через 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 4 через три 4 4 минуты можно атаковать уже так ребята сейчас готовьтесь ах атаку пока что не атакуете пока не атакуете ребята главное брать не атакуете на шанс атаки не атакуете бы рад главное так ли считают счет не такой тип и рад 4 минуты дам канавы рад не так вам предстота подождать до на хатаре это понимаю мы тоже ждем мы уже 4 4 минуты через три минуты мы нападаем одновременно мы должны напасть на байрат керцик и хатар проблема херцах ребят еще на херцоге у нас то есть на на херцах пару человек перекиньтесь и они в первую очередь будут давать керцик и хатар так никто пока не атакуете 1 и зайдет 15 человек на df наша задача бегать по всей карте делать все что угодно натянуть время чтоб они здесь сидели то есть чтобы на то вас чем меньше защиты придет на последних минутах тему будет на тот не надо рад они будут не пойти защищать то есть они скорее всего пойдут херцах защищать хатару у них все понимался 4 города одна крепость и 8 деревушек на самый топовый клан с нами сейчас валится да да а я кстати им перемирие я с ними воевать не вижу смысла это как бы будет бесполезно в любом случае она у них так топовые у них там по ходу там конь каждый бьет меня по 34 тысяч урона мелькера не один не бьет столько как их кори они с цветом стопового клана конец укачать золотую до 30 лавала хоть какую-то одну выбрать а в идеале конечно лаури каких-то еще вот этих от этого сезона 6 там вкачать ну я я вот сейчас смотрю снизу там возле нашей границы тут короче розы живут лечите пока вам пости ребят людей аванпосте лечим людей они пытаются аванпост убить пацаны зачем вы полезли на аванпост вы часа и войска потеряете вам ничем будет атаковать дело будете войска восстанавливать не дефать аванпост а просто восполнить армию здесь следующую атаку ждите у нас не будет больше атаки кто полез надо уголочить но немного думаете просто отдать им аванпост вылечите войска пополните еду и пускай не забирают это он пост был сделан чтобы похилиться перед атакой следующий 3 так три минуты до атаки они будто вас до придаваться для фикси и кажется лишь поделиться просто поделиться по теории топа человек по 10 будет на каждом городе кстати центр никто не забирает вообще какой центр а там синий этаж и союзной территории меня возле троу вороша хорка 7 уровень на работе седьмой уровень там уровень роста не канает уровень очень не видимо можно нападать сколько там дата вас мне две минуты еще две минуты еще жить и минуту а вас две минуты все туда пускай бират и херцег и мы на хатар нападаем а вы ждите и вы ну то есть они сейчас тянутся я хочу чтобы они оттаваться стянули ушли оттуда нашли и дефать хатар и херцег и байрат они уйдут а вы потом спокойно на постам через пять минут даже вы не через две нападаете через минут 5 на последних минут на последнее надо еще захватить не только напасть они тогда будет полчаса закончить бой и будет защиты где-то в каком-то из этих не будет защита мы его заберем так это то вас не уходите большинство людей на херцах сейчас набирать атакуете уже атакуете все хаоса атакуем так ну то вас нам нужно по теории будет искать сколько там минут 6 ну дождет с один защитник да вы можете через пять минут на хатар на вас два защитника его раз несем и я будем все все конец беру херцег дают 6 эритиков бирата да вы пока четыре хана катар пока воде двое так почему нас четверо не шестер где еще двое трое нас четверо их гафа и трое на шестеро было ну кто-то покинется сейчас так что не жаль уже и шарцах обломался блин и их 6 радовуют набирать а у нас семеро атакует набирать и я посадили себя помогаете лестера отлично больше людей надо чтобы нападала на байрат у вас набирать уже идут здесь человеку защита у нас атака пока 8 это вас отдохнуть вероятнее всего но ну как бы это единственный вариант вот так поступить это будет самый такой я понял у нас людей распределить надо было там на наши подсоединяются подъезжают так ряд на то вас все остальные кидаемся на то вас кто на то вас кидаемся на то вас остальные там просто дайте нам время выиграть что не при нет еще рано нападаешь еще подожди три минуты жди думаешь три минуты допускай оттягивается они сейчас буду смотреть что мы атакуем они будут стягивать уже пошла я так понимаю сейчас надо посмотрим там подготовка там вы что полезли вам надо на последних двух минутах надо было западать они не оттянутся я думаю я думаю что тянутся у нас не хватает у нас не хватает я смотрю в вашем регионе почему-то все на хатар пошли блин они на я попал тут поняли шаг революшины поняли ваш замысел возможно так я сейчас колется я быстро сносим залетаем сносим все что можем так приоритете герои их не у одного героя не вижу убили быстро часто сгадаем центр у них трое надо все уже у нас есть мужики бить конец его на натиск пустил в сторону своего плюсика ладно и грызу у нас так у них уже пятеро человек но то уже человек 10 на хатаре да 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 отлично отлично я умер тяните время еще раз зайду так у их шестеро людей пинтка длинная загрузка можно уже в бой пожалуй мужики я там немножко увлекся умер 2 минуты опять вернусь максимально забрать соседние зоны уже не заберешь что по времени не хватит то есть это проблема в том что война очень мало лет матча свет на и шла бы два часа то можно было там переключаться на другие зоны а сейчас пока ты заберешь фермы пока все это сделаешь пока атаку повернешь на тавасе шестеро я вижу во воронье на тавасе шестеро у нас атака не 15 у нас очень долго грузится пацаны это фигово что они загружаются капец долго смотрите кто остается там по меньшинству то есть два-три человека если вас остается попытайтесь просто выжить потянуть время что другие виды смогли зайти к вам ромка тяде время на байрат на херцик и на хатар перри заходим умирают но я с ухер как только два человека у них сейчас семеро на этом на тавасе на хатаре у нас два человека просто убегаете просто старайтесь убежать разбежаться там спрятаться еще чё нищем 1 1 уже они 2 так пацаны зря мы кинули на ботов кавалерию свою ладно все они погнались чуть-чуть они еще дома посещение солидной куб вы что меня убили них носит да все они центр забирают да ладно ну и 8 человек пока что идеале бы героев конечно убивать стаминами выжигают непонятно кто позже они под железной стойкой мы и даже пробивают урон бешеный атакуя убирать упал подорвал и мы отвечали сделаем у них у них 15 человек уже на тавасе их больше чем нас очень проблемы и просто больше на миссис равене функции просто потому а там ничего то не сделал там же воины только закончится не успели бы доехать до таваса и еще и прям счастье из короче грубо грубо говоря просто у них больше людей мы сейчас людей около сотни онлайне а у нас около 50 тем более у них люди просто у них откаты этих натиска просто нулю нулю я не понимаю сколько их их очень много можно попасть может потянутся поможет а закончится через минуту 6 минут 8 секунд ребят мы это ничего не сделаем потому что в этой игре поломанная механика прокачка влияет все я смотрел какие там бонусы прокачки там есть тракта которые дают просто нереальную защиту нереальный урон там пацаны с 1 сервака это иеретики они блин а да да ты ты посмотри сколько они они аж вверх ушли туда за границу они здесь все просто захватили центр весь я до первую очередь как бы тут не то что у них там кто-то круче чем у нас просто опыта больше нет нифига от нифига это это не много очень большой и у них очень много из морожья насады вообще не чувств людей да я не понимаю просто они тактикой давят какой тактикой у них кони залетают они смотрят меня от нажимая продвиженцев продвигу нажимаю на их коней их кони убивают всю мою продвигу какой смысл с продвиженцев очисток я в качнул перекачал даже потратил навыки качнул продвиженцев через верхнюю линию продвижения в итоге и кони влетают я нажимаю за отвагу ветки там на плюс 20 урона через верх короче не знаешь пошел мне не нет в ветки отрядов знаешь где за очки отваги можно им там есть пунктик один пять раз можно по 25 процентов увеличить урон по коням ну какая разница ты понимаешь у меня класс который является контр-классом коней даже без тех плюсиков прокачанных он отлежает он не может убить один стак коней банально то есть он не сможет убить один стак коней потому что у гусаров есть такой пунктик они игнорируют скажем так все над я знаю я поэтому и говорю что тут по сути только коней братьевиз в без вариантов а у них прокачка решают прокачка решает все в этой игре тут тактики никакой нет у них тактика я у них тактика они просто берут посылают лошадей в атаку у них упала одна легендарная конница они стоят сзади они берут вторую через на пункт найма и посылают вторую у них откат натиска примерно секунд там 20-30 и не покуда он его фигачит просто а ты ничего сделать не можешь что у тебя нету таких навыков и все тут все решает именно прокачка в этой игре не но наших ребят у всех есть фиолетовые трактаты на минус натиск на ну в плане у нас нормально у меня три фиолетовых 27 да да у меня тоже конец и ходу из как у вас у вас 15 человек таких есть которые имеют не длина ну а у них раз начали жались ну да человек ну ка если вернуть все всю нашу пачку вот это который два человека который наш играл ну может отойдут до субботы еще смотрим субботу они посмотрели какое оно происходило с серваками из-за били болт да я так полагаем что да там разных вообще не меня преследует их не делать они эти помнишь в прошлой войне говорили три города снизу они их забрали еретики революшен ну революшен кла альянс революшки это эдем хуны и у них он во ночи на что они должны доход города они пошли там для меня какой-то чувак словил тут революшен а внешность еще 3 есть кто-то союзе туда живет на деревне даже смысла нету на самом деле ставить кило техники артиллерии и прочее потому что их быстрее снесут ваша тайны и только на осадах поменять поменять цель и воевать с теми с кем есть возможность это делаете не так чтобы как ты знаешь куда кто пойдет тоже не может предугадать пошли бы у нас у нас была теория там кто-то из вас говорил можно пойти на их старые города забрать там же старые игра забирают как туки ну кто не помнит это те пацаны которые там третье место или четвертыми в топ альянсах и они нас них они все они вот около час начали забирать но их когорта как бы такую вот так или не только забрали на нее никто не трогал вообще то есть если мы взяли бы все три города я думаю никто бы не на них не рисовали были веню не тройка серию не трогали тут вообще как деревне удалось доложав или там тут уже все захвачено но такими одиночными я стою и по одному городу то есть как бы мы скорее всего сейчас мы к вам перейдем думать я я я я про монитор карту потом и посмотрю альянсы все я просто на духом и слабый альянс там два города можно было ну то есть против волков я думаете бессмысленно раз помнишь когда мы когда работала через одну войну назад и отмотать очень хорошо себя чувствовали воевали там противники были через одну войну это даст руки не были данные когда уже все было объединено вроде бы пить его последнего нормальная война которая была нормальная там гиппера это вызову а то что он переварите вас там просто не было проблем там потом византия потянулась было смесла а вы там дрались с кеми-то хрен пойми что я начинал имеется ввиду что да тут есть кланы такие типа как пираты вот monkey пираты их можно лупа 0 до пиратов можно они нечем да они 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 все также держат тот же город дальше как херия тут ну и суволфу держит они тоже такие средненькие типа нас когда это играть и она хотя тоже левый какой-то клан то есть они нового один город вверх но посмотрите я жюри я в этот раз даже не хотел идти на войну я кинул на шару атаку пускай ребята атакуют там сына шали дал покажет я шли это шлях там я сидел что я вообще не думал что будет война за территорией что прошлого нас территория и обосрались в итоге разработчики ну то есть как бы вот это нечестно допустим но разрабы здесь конечно не претензию по этому поводу то есть мы в прошлый раз четыре города мы четыре города брали а еретики даже боковые еще не успели забрать они бы не успели забрать до конца войны ничего а в отрасли начинается война и ретики уже везде блины они уже подготовились подошли так ну по сути все в этом закончил окончании так но я хотя бы приехал в туру варуш пока что я там живу в туру варуши далеко не ездить что ну надо пока помониторить что делать дальше и сообщите заблаговременно подсу реально от этой столицы южные убираться вот сюда на вид на север то очень долго 15 минут это очень долго по мне надо просто сообщить какую-то какие по закону нужно такие слабые кланы из того минут как на таманы сверху уже там а на этом себе отжали территории короче все сильные кланы здесь живут но трувары вообще ничего русскому или вот с этот элит русские дома это они просто слева все дома все города захватили грубо говоря трувары то есть левую часть русские держат правую часть англичане держ левую часть это туру варуша вы имеете виду да там уже атаманы и розы розы тоже не русские это русские розы это спер это с первого сервака розы осколы dominion тоже доминион до русские розы потом джестерс и еще там у них какой-то капец как много сейчас на территории у них топовые смотрю у них раньше лент назывался наследие потом они походу они все стали перешли не в топовый клан у них там народу кучей но не все опять городов сейчас пишет владение а секунда дом розы у них же клан еще и посмотрим по клану кто у нас но я этики самые сильные вторые цитадель и кстати как раз цитадель до атлантики 3 кстати оба фопуса то интересно это что это клан один из сильнейших бак армии остались юниты инквизиции на тома уже русские вроде тоже типа это союз роз насколько я понимаю там русский белорусский ютубер вот он в black army перешел и не тебе альянс качает час black army это русские ты говоришь ну там там такая солянка там англичане русские еще кто-то написал хотели присоединиться тоже к этому не клана альян не кантали давно еще я уже забыл там парень хотел поговорить и думаю такой я думаю какой смысл оборачиваться двоязычных если у нас русскоязычные то есть это как мы будем коммуницировать нормально даже будет не разбериха поэтому цитадель они довольно крутые ну видишь то да тогда не разбериха была и тогда мы могли здесь и беспокойно города маша со людей просто стало меньше у нас лет это было на войне по 8 человек меньше мы не смогли даже сделать атаку нормальную на байрат на херцах на хатар и тавас одновременно поэтому на следующую войну как мое предложение так как мы переехать не можем никуда отсюда внизу то бишь я про мониторю какие тут кланы есть не найду что выберите территорию заранее напишите это себя зайду к вам то скажете куда потому что я не знаю честно говоря какой клан лучше где куда не лучше проблема в том что 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 мне в этой игре не нравится что половину кланов прибегают к дерьму в плане атаки твинками на свои города чтобы время выиграть а вторая половина кланов они просто блина все друг другом друзья и не воюют то есть понимаешь они делят просто территории и не бьются какой смысл воевать когда там они все русские я уже уверен что у них договоры и с доминиона нам там писать они они не очень любят хунов таких он я даже не знаю но это революшин хун эден и 3 этот их как там называется ну в общем революшина а почему атаманы с ними кстати рядом на этом ангерсу с розами сейчас я наблюдаю выжили с верхней части по всей видимости они попытались сюда натру вараж прийти их здесь розы и все русские перебили нафиг то есть просто зажали это мне кажется там она просто разбежались на небось так само как наши из-за багов и лагов из-за мнения но они были сильнейшими на третьем серваке они держали больше всех территорий и там даже тоже были бы фокусы которые сейчас вот посмотрю на блоков например там атоманом город кираем дали и вроде бы не выиграли сезон даже атаманы если не ошибаюсь они шатаманы с нами перешли они шуна да я знаю ты говоришь они выиграли на нашем серваке там был другой компот совершенно не то что сейчас сейчас объединили тут его канале творится так вы мне скажите вы чего-нибудь захватили нет тихо не ругай нет не забрали ничего ничего не забрали потому что кто-то не пришел и только не ругайся пожалуйста потому что мы на стриме я понял так ну короче то скажите когда дальше пойдем попытаемся поехать туда давай в 5 в пятницу мы здесь обычно то есть наша пачка обычно у нас внизу я смотрю тоже был шансов black army 5 боже с какой black army уже составов там состав безумный у них я же говорю и очень сильно рекламируют и его сделали англо-русским и и это тех же роз это типа ставление киров они будут помогать а вы куда на деревню или на город нападай да мы забрали сначала три города потом приехали самый топовый клан и нас выгнали все это все мы забрали три города и тавас и байрат и хатар у нас три города было потом приехали как бы это революшены были или еретики альянс революшен короче там один город и ретики отбили с революшена потом эдэн отбил наш другой город тоже с революшена и третий город еще где-то там революшены были ханы вроде бы и ханы третьи приехали тоже с революшена отбили город потом мы пытались развести на сумма на не хотела у них онлайна больше чем у нас короче нам не повезло мы попали опять на драку самыми короче подозрение что это они мониторят когда мы идем просто да то железу не шаре один старый и где наш как у валера никого нету погодите пожалуйста тут смотрите 12 числа откроется пограничье то есть это на следующий вторник откроется пограничье большинство туда пойдут либо туда пойду никогда ради как будет мы можем у нас опять пограничье у нас опять начнется война за территорию а потом просто опять перегруз серваков опять начнется тренировочная война опять что-то там не получилось там если вы получите не на себя вы такое равно то проще забить то есть это реально час будет еще следующий раз такая лажа то я сам наверно забью уже на игру потому что вам уже не хочет после последних это на стриме все не разговаривали давай перейдем третий канал я к одной дейку вы скажу ты подумаешь до пятницы до после стрима сейчас закончил как раз тогда зайдешь сюда скажешь и там перейдем к этому такие так это тащится пока замучаюсь так в общем ну да печально могли забрать города на нам не повезло как бы сами видели опять самый топовый клан опять у нас не знаю что они тут опасаться именно наших территориях когда мы идем блин совпадение что ли лево преследует нас революшн и так в итоге мы дрались с серитиками это как раз революшн альянсов там эден и ретики вроде бы ханы какие-то не знаю ханов пера свяжусь честно что же их не помню сели говорят что русский клан стадель но они хожу себе обосновались слева я видел black army находится сейчас снизу насколько я понимаю такая у нас какие у нас вещички на самом деле очень сильно поменялись составы кланов ты такое чувство что после того говнище что что произошло люди ушли византия пока 22 держит ну не очень идет хана секунду а почему хан импайры с инвиктусом ничего не понял у нас ханы же атаковали такие же неужели инвиктусы вместе еще с этими мне кажется там еще и второй клан помогал им потому что ханы видите пишут что-то хан импайр это инвиктусы у них наверно хан другой клан тоже есть что у них даже такая аватарка была любовь то очень странно так ведь посмотрим что за дом хан у них еще территория должна к этому а вот ханы не хан это революшн и все-таки а так он является самый топовый дом из домов не альянсов из домов революшн и дан второй дом и короче ясно вы понимаете у них самые сильные дома даже по владениям видно прикольно розы 3 атлантики 4 атлантики они с нами были на третьем серваке до готовок нас на 1 сервак кинули мясорубку атаманы здесь это атаманы на самом деле у них основной состав он более-менее дом 3 держит три территории ах печально попали в такую мясорубку вот обидно дать подумаем что можно было сделать лучше пока что так сами ребят со зрителями а куда можно было атаковать чтобы ног и кризис мортис тоже топовый клан тут не забрать территории по что они здесь находятся вот реликия не знак такие релики если честно альянс райс resurrection не знаю сильно они или слабые так тут у нас ферксов ферксов по идее можно было альянс дом солд что вообще не помню черную по ходу не потянуть это все ты это хорошо шли пока стриме начался на хрен знает а может реально они на стрим претендовать хрен вы знаете что продается посмотрели сколько у нас онлайна такие а 50 50 онлайн они захотели три территории нападаем на них может из-за стрима я не отрицаю кто его знает может если в стрима не было вы бы забрали территории но тут же плюс вы знаете на самом деле а ни хрена себе секундочку ни хрена себе ни хрена себе они забрали эти территории тоже короче понятно ряд что будем делать с марицкой территории у них на чарде у них а почему никто низ не забил ничего не понимаю нам нужно как делать ведь они просто сбежались все сюда наверх и лошадками всех затоптали то есть типа по сути они забрали эти планы забрали такую территорию ну там некоторые города не берутся но они умудрились забрать мощную мы ведь они здесь тоже это просто бред у них вот такая вот территория чисто три дома у них там походу все дома у них 30 человек все активны еще это их дом да ладно ребят у них вот такая вот территория у еретиков прикиньте сколько там онлайн его еретиков там онлайн просто безумный сразу говорю там онлайн реально просто безумный у людей просто безумный там человек 200 минимум то есть у нас была на войне человек онлайн около 50 может 40 чем-то у них там было под сотни мы не сможете три города удержать банально ладно я думаю на этот остричанский заканчивается так немного побегали посмотрели чего войне происходит и уже думаю если будет все хорошо есть там договоримся эту субботу мы атакуем другой тости по другую точку мы договоримся с нами дискорде уже вне стрима они там поговорят что да как и если что будет интересное в субботу но если не будет тестового режима то мы продолжим войну если будет тестовый режим посмотрим потому что на самом деле пока что те тестовые режимы проблемы отмена воин во время начала войны пока что конечно изморает не только нас но и участников клана под членов клана потому что у нас было на прошлой войне почти 100 человек после того как начались тестовые войны мы уже даже не засчитались половина нашей армии даже соусы как видите сами они распались их клан частично там было дофига активных людей у них там был стак который мог воевать 15 человек а в итоге уже как осталось там пол стака ладно ребята сами завтра тогда уже увидимся после обеда в других стримах сейчас это дискорд надо обсуждать чё да как по игре